Молодость – это время, когда есть горячее желание, чтобы все проблемы решались, препятствия преодолевались и мечты сбывались. Этот период жизни надо использовать в полную силу. И для направления молодой энергии в нужное русло необходимо много работать. Об этом шла речь на коллегии по вопросам реализации молодежной политики. Молодежь – это будущее нашего муниципалитета и всей страны. И это не просто лозунг. Чтобы достойно справиться с возложенными на молодых задачами, необходимо приступать к участию в политической жизни. Проведение коллегии по вопросам реализации молодежной политики приурочено ко Дню молодежи и уже стало традицией. В зале Дома молодежи собрались активные ребята, воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», волонтеры, общественники. Глава Славянского района Роман Синеговский сердечно всех приветствовал и, рассказав о неустанной работе по благоустройству, поблагодарил молодежных активистов за работу, отметив, что видит задачу власти в том, чтобы всемирно поддерживать добрые начинания. Если говорить в целом о молодежной политике, спасибо вам за то, что вы у нас буквально везде, начиная от спорта и творчества, и заканчивая, наверное, волонтерским движением и патриотикой, что очень важно, особенно сейчас, в это время. Спасибо вам, что вы вместе с нами тоже поддерживаете наших бойцов, которые на спецоперации, помогаете семьям в сборе гуманитарной помощи, оказываете помощь где-то трудом, где-то добрым словом. Это сейчас очень действительно всем нам нужно. Но вообще я считаю, что власть, в моем лице, наверное, в лице Григория Владимировича, Виталия Ивановича, мы должны вам создавать площадки, помогать в улучшении материально-технической базы, и кто, как не вы, наверное, должны высвечивать те точки роста, которыми должны заниматься непосредственно мы, старшее поколение. Поэтому, поверьте, мы внимательно слушаем, мы опираемся на ваши инициативы и стараемся, конечно, поддерживать, развивать, помогать. Воспитание патриотизма и укрепление нравственных ценностей, противодействие экстремизму, профилактика наркомании, содействие интеллектуальному и творческому развитию, направлений работы много. И по их реализации район в числе передовых, занимает четвертое место среди 28 муниципалитетов Кубани. Славянская молодежь стремится быть в гуще событий, в центре новых инициатив и добрых дел. Особенно значима роль волонтеров. В Славянском районе волонтерскую деятельность организуют и курируют комплексные молодежные центры «Континент». Работу ведут районный волонтерский клуб «Чела», городской волонтерский клуб «Синергия» и 45 волонтерских отрядов, а это 3944 волонтера. Это представители школ, образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, отряды поселения, муниципального образования, развивающие добровольчество по разным направлениям. Событийное волонтерство, волонтеры здоровья, волонтеры патриотического направления, волонтеры антинаркотического отряда, инклюзивное и экологическое волонтерство. В районе ни одно мероприятие не проходит без волонтеров, и мы стараемся с благодарностью относиться к этому бескорыстному труду подростков и молодежи. Сегодня у нас присутствует в зале очень много волонтеров. Ребята, еще раз хочу вам сказать огромное спасибо за вашу неоценимую помощь. Так, в 2023-2024 годах волонтеры приняли активное участие в организации проведения 804 социально значимых акций с охватом почти 18 тысяч человек. На базе молодежного центра «Континент» действует районный штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Волонтеры организуют сбор гуманитарной помощи участникам СВО, сортируют, осуществляют погрузку, изготавливают окопные свечи, сухой душ, придут маскировочные сети. 35 юнормейских отрядов работают в нашем районе, объединяя серьезных и патриотичных ребят, возрождая старые традиции бережного отношения к отечественной истории. За два года количество юнормейцев выросло в пять раз и составляет 1169 человек. Но в АИС движения юнормей, именно зависит от 1024 человека в возрасте от 8 до 18 лет. Это тот континент, который находится и состоит в реестре, что составляет 6% от количества детей и молодежи в Славянском районе. И я верю, что к концу 2024 года мы предоставляем 10%, где будет активная молодежь, желающая добиваться участия в проектах и направлениях. В каждом отряде закорблены координаторы от учебного заведения, которые являются персоналом своего дела. Ребята относятся к им с уважением. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко сказал, что больше становится молодежи среди населения. И это радует. Делается в молодежной сфере немало, но успокаиваться не стоит. Приятно, что район становится такой краевой площадкой по реализации стратегии развития молодежной политики. Мы уже принимали ни одну делегацию, ни один семинар. То есть их, насколько я помню, уже три было за начало года. Разного уровня по разным направлениям. Это говорит о том, что интерес к нашему району со стороны краевой власти, наш район интересен краевой власти для того, чтобы что-то почерпнуть. Мы же не просто там площадку предоставляем провести совещание, показываем опыт, рассказываем о своих достижениях, какие-то инновации. Для людей это интересно, и они, соответственно, к нам в район приезжают. Грамотами и благодарственными письмами главы Славянского района были награждены волонтеры, воспитанники юноармейского движения, актив Кубанского союза молодежи, студенты и представители общественных организаций. Лауреаты районной молодежной доски почета отмечены сертификатами, награждены знаками юноармееца Александр Оськин и Ксения Канаева. Это ближайшее будущее, которое мы в данный момент должны воспитывать, вкладывать и им помогать. Очень активно они участвуют, и сегодняшнее мероприятие показало, сколько награждаемых молодых людей. Мы в нашем прибрежном сельском поселении тоже вносим значимый вклад в развитие молодежной политики района и, наверное, даже, можно сказать, края. Мы проводим значимые мероприятия, интересные для молодежи. Стремление быть нужным людям своей малой родине отличает всех, кто активно участвует в молодежной работе. И на этих ребят равняется вся остальная молодежь и берет с них пример. Я являюсь активистом движения Юнармия. Нахожусь в движении уже год. Мне очень нравится заниматься в этом движении по направлению патриотизма, технического творчества, а также по направлению искусства. Движение Юнармия дает мне положительные эмоции, очень много новых знакомств и опыта. Я состою в движении Юнармия. Мы ездим на разные мероприятия, получаем много нового опыта. Сегодня было сказано очень много хороших слов в адрес нашей работы, которые мы проделываем в течение года. Я очень рада, что все наши заслуги были по достоинству оценены. Мы рады стараться и дальше будем делать много чего хорошего. Мне очень интересно получать новый опыт, новые знакомства. Это новое общение. Ты развиваешься и в интеллектуальном плане, и физически развиваешься. Ездишь на разные соревнования, знакомишься с новыми людьми из разных поселений Славянского района и Краснодарского края в целом. Мне просто это нравится, это лежит у меня на душе, поэтому этим я и занимаюсь. Были определены ближайшие цели и задачи. В истории молодежь часто играла ключевую роль. И это не случайно, потому что молодым присущи жажда справедливости, отвага, желание делать что-то новое и полезное. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова